Челябинский индустриальный парк Станкомаш признали одним из лучших в России. Он вошел в федеральный реестр технопарков. Сейчас на Станкомаше размещены семь резидентов. Это заводы и конструкторские бюро. Из металлоконструкции, созданных на предприятии, например, строят небоскреб в Санкт-Петербурге и стадионы для чемпионата мира по футболу. А разработанные здесь нефтяные насосы скоро вытеснят с российского рынка зарубежные образцы. Репортаж Антона Зубкова. Из таких многотонных стальных балок строят опоры для мостов. Здесь их называют металлоконструкциями особой прочности. Из таких деталей будет построен небоскреб Лахта-центр в Санкт-Петербурге. Это здание станет самым высоким в Европе. Еще один заказ – конструкции для новых футбольных стадионов в Волгограде и Нижнем Новгороде. Там будут проходить матчи чемпионата мира в 2018 году. Металлоконструкции делают на совместном российско-итальянском предприятии «Конор Чималай». Он располагается на территории индустриального парка «Станкомаш». Индустриальный парк «Станкомаш» – первый и единственный пока в Челябинской области. Он вошел в федеральный реестр технопарков. Причем в списке из 170 организаций наш «Станкомаш» на пятом месте. Директор «Станкомаш» Алена Абрамова рассказывает, что собранную документацию в Москву пришлось ввести в двух чемоданах. И объясняет, что индустриальный парк – это не завод, а площадка и управляющая компания. Она создает условия для бесперебойной и эффективной работы предприятий. Обеспечивают всем необходимым, вплоть до пожарной охраны и медицины. У нас все создано для возможности комплементарности производства. То есть от выплавки до механообработки, до сборки. Сейчас строительство нового завода «Русские электродвигатели» позволит еще и это завершить. Плюс у нас также созданы все возможности к логистике. На 6,5 километров своя железная дорога, локомотивы и очень близко к Транссибирской магистрали, то есть к станции главной 6,5 километров до железной дороги. И это все оптимизирует бизнес. Индустриальный парк «Станкомаш» создан чуть больше года назад на базе предприятия «Конор». Этот завод инвестировал 15 миллиардов рублей в парк. И сейчас здесь работают больше 4 тысяч человек. Средняя зарплата 38 тысяч рублей. Всего в индустриальный парк «Станкомаш» входит 7 предприятий. Они производят металлоконструкции особой прочности, детали для нефтегазовой отрасли, электрические двигатели. А вот, например, в этом цехе делают нефтяные насосы. Совсем недавно сюда приезжал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он запускал новое производство нефтяных насосов, которые разработали исключительно российские инженеры. Индустриальный парк, попав в реестр, получит различные льготы и государственную поддержку. Уже сейчас в региональном министерстве экономического развития планируют снизить налог на прибыль для «Станкомаша» с 18% до 13,5%, а налог на имущество вообще обнулить. Мы будем помогать предприятию в его вопросах, связанных с инфраструктурой. То есть сегодня есть необходимость подведения мощной линии электропередач. Я думаю, что мы этот вопрос решим, в том числе с использованием средств федерального бюджета, регионального бюджета, частных инвестиций. Помочь индустриальному парку обещает и президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Прежде всего в поиске новых клиентов. Уникальные магистральные насосы можно продавать за границу. Это, я полагаю, не только импортозамещение, это вполне экспортно ориентированная может быть продукция. Но пока транснефть, я так понимаю, потребляет все, что производится. Но в принципе, я полагаю, что раз и японцы признали, сертифицировали эту продукцию, то она может поставляться в любую страну мира. Уникальное действительно производство. Ближайшие два года в индустриальный парк планируют инвестировать 20 миллиардов рублей. На эти деньги планируют достроить завод электрических двигателей и возвести еще одну электростанцию. Антон Зубков, Айдар Насыров, ОТВ.